приветствовать друзья вы снова на канале из китая в россию его автор андрей сегодня я решил снять такое видео как и говорил анонсе предыдущем видео что будем пытаться разжигать светодиодные лампочку светодиодную лампочку h4 которая у меня есть без блока блока нет у нее блок у меня сгорел мне потом прислали комплект блока с лампочкой блок задействован лампочка как запасная шестерками частоят такие вот именно как здесь пометка написано кри не знаю оригинально не кри поддельные кри написано кризнач когда не паре светят ярко действительно в машине стоят освещают дорогу и ближний дальний в общем пытаюсь их добиться 36 вольт подсоединил такой повышающий трансформатор повышающую плату подал код с аккумулятора 12 вольтового питания на нее параллельно подключена ночь лампочка и тестер а туда и 12 вольт крутим на че резистор следите за цифрами так 23 27 28 28 это по моему предел все же да дальше не крутится резистор все 28 вольт максимально подняла вот видно не видно еле-еле сипит она вот смотрите на ладошку не светит вот еле-еле светит вот то есть там вообще пол пол накала вообще там даже не на 333 не разгорается не разжигает но в общем пока я здесь разбирался пробовал экспериментировал до начала съемки здесь вот касаешься палаты руками вот за правой рукой следите смотрите где-то я так схватил что он выдал 36 вольт эта плата и лампочка загорелась на всю мощь вот что-то надо было где-то что коснуться горит на всю мощь разгорелась за тестером следите 35 вольт 36 почти выдает он 35 с копейками колеблется вот смотрите сейчас отпускаю и все опять ровно на 28 выходит то есть если какие-то изменения в эту плату унести вот я емкостью своего тела дополняю и он выдает выходит на 35 и 2 но вот я сейчас руками правым пальцем чувствую что очень сильно начинает плата греться начинает дроссель катушка греться начинает от маленькая микросхемка это греться конечно выходит на максимально я думаю недолго сможет так работать так отсоединяем сейчас эту платку от питания аккуратно что провода не закоротили так отпаиваем так сторону берем немного помощнее который так местами паяем к выходу ну плюс к плюсу минус к минусу значит среднем параллельно тестер крокодильчиками так и подкидываем кто-то может меня судит скажет что это дело не профессионально но сразу говорю это непрофессиональная съемка я профессионально всем не занимаюсь все на уровне любителя и собственно показывают тоже для таких же любителей так подаем напряжение один с половиной вольт так регулируем резистором поднимаем выше так что-то тут не то что-то у меня такое подозрение что это повышающая плата это неисправно куда не крутишь 11 6 11 7 все 11 8 поняла что нет что-то не то видимо неисправно не нагрелась ничего ничего не произошло но она видимо неисправно мне такое подозрение может быть она не повышает это должна сейчас заменим так друзья нашел другой повышающий тоже нашел взял он даже с индикации с лампочкой ну он также почему-то не повышает я читать напутал ему это наверное не из повышающих хотя дсдс должны повышать либо не спалены у меня хотя я не полил руль в их вот они 11 4 то на дает и все уже их перепробовал несколько штук видимо просто стабилизация но почему-то вот резистор круче он уже должен менять как-то напряжение он там 11 3 11 4 стабильно держит их и все в общем ладно сейчас буду этот подключать и будем смотреть дальше уже как будет именно это вести себя будет разжигать или нет так друзья все папа соединил запитал уже стадиот стадионная индикация показывает что все работает бои все то сюда шевелить нужно здесь на крокодильщиках все на зажимах видно что 12 вольт начинаем от 12 вольт начинаем крутить подстрочный резистор так стадиот стадиот пока даже каплю не светит 20 вольт нет тишина 25 вольт вообще ноль вот видно сейчас только-только начался то диод накаляться при 30 вольтах почти уже очевидно какое-то свечение но он сейчас вообще еле-еле светит то есть можно даже смотреть на него даже глазкам не больно так подсвечу тут 2 пока еще не подключал так продолжаем крутить резистор диод ярче все ярче 32 вольта до конца кручу все три четыре семь три четыре восемь вольта диод горит и так думаю что на всю мощь светит очень ярко единственно долго не смогу это держать вентилятор не подключал кулер 12 вольтовый сзади подключается охлаждает второй диод который за дальние отвечает он не подключен еще сейчас будем пробовать смотреть и будем смотреть будет ли напряжение проседать три четыре семь три четыре восемь подключаем до напруга просела ровно на один вольт 33 6 чуть чуть больше судя по этому диода по свечению глазам не видно чтоб сильно большое проседание шла в общем разжигает без проблем оба диода светят вообще уже смотреть невозможно на них глаза прям аж выжигает глазки в общем оба диода светится это дальний свет так проверяем радиаторы радиаторы вообще ноль эмоций даже не чувствуется вообще капли хоть очень нагрев какой-то шоу видимо этого вообще для повышающего этого трансформатора стабилизатора этого повышающего блока видимо для него это вообще игрушки лампочка уже сильно нагрелась буду отключать чтобы светодиодной матрицы не пожечь светодиоды кри что действительно уже прям под нагрелась хорошо в общем вот такие вот альтернатива большой конечно очень сильно блок но альтернатива сгоревшему блоку все возможно он потянет он справится учитывая что еще мне этот аккумулятор подсел немного без перебой никогда вообще он старенький уже не значит держится еще более менее в общем кому понравилось видео поставьте лайк комментируйте подписывайтесь на канал будем будущем еще снимать новые видео интересные всякие светодиодами связаны с автомобилем да кстати совсем совсем он забыл показать получил я на почте уже распаковал в общем вот такой вот контроллер с таким вот пультом заказывал я уже раньше контроллеры вот один в один такие контроллеры для светодиодных лент rgb цветных но пульт и мне приходили вот вот такой вот пультик на вот такой там был а теперь дофига какие-то кнопок функций видимо какие-то функции там мерцания как-то сгорания перегорания лампочек красные зеленые синие стрелки видимо яркости на по определенным цветам здесь блин нету светодиодной ленты цветной я бы подключил сейчас посмотрели бы с вами вместе как он управляет но обязательно в каком-то из видео будет светодиодная лента подключу также еще такие вот даже не знаю как сказать светодиодную матрицы не назовешь потому что это отдельно составные части по 300 диода вставки здесь вот проклеены так двухсторонним скотчем не я клеил это уже так пришло вот так вот было замотано все это пришло думал что они как-то поменьше думал вот такие вот малепуськи какие-то там думают ну ладно отпаять это можно нифига нельзя их отпаять это если только провода перерезать потому что они влагостойкие видимо вариант для улицы светодиоды залитые каким-то материалом то есть если видно от блестит блеск то есть они как в лотке полностью и контакты здесь очищать но можно будет конечно почистить рад понять мысли были именно эти светодиодные тематрицы идет блочки вот этих ставить сзади в фонари в габаритные огни стоп-сигнал ну что-то мне кажется сильно большой разброс у них можно конечно попробовать подключить их на 12 вольт так плюс вот он минус посмотрим как они будут светить даже не знаю как они светят не пробовал уже включать светит достаточно ярко но цвет мне не очень нравится синеватый от вообще белый бы желательно был бы лучше он стадет синеватый но смотреть но честно вам скажу прям ну глазки выжигает прям ярко хотя диоды не такие особо яркие по мощности светит ярко посмотрим попробуем как будет рассеивать чтобы было хоть красиво как-то получилось попробую именно их использовать в машине габаритные огни сделал несколько вставочек может по четыре штучки разделить их вот я думаю будет красиво 12 диодов будем проверять в общем экспериментировать потеплеет сделаю машину с двигателем разберусь тогда уже буду дальше экспериментировать кнопку надо поменять кнопку снять отправить и лайнер уже заждался все помню не переживай не забыл машина вообще сейчас стоит у родителей дома обязательно сниму все отправлю тебе не переживай ну все всем кому понравилось видео поставьте лайк прокомментируйте подпишитесь на канал всем всего хорошего пока